Добрый день, друзья! Вместо вступления вот эта новость. Путин дал школьникам совет по выбору будущей профессии. Как учитель, дорогие друзья, я не могу пройти мимо такого заголовка. Владимир Путин на всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня» рассказал школьникам, как выбрать профессию. Смотрели этот ролик или нет, чтобы они смогли определиться, а где же они смогут быть наиболее востребованы, а где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя? Цитата. «Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата», сказал президент. Он отметил, что когда возникнет дело, которому захочется посвятить жизнь, мгновенно появится усидчивость. Как только вы будете заниматься любимым делом, вы будете добиваться маленьких результатов, все сложится сразу. «Я хочу пожелать всем, кто выбирает сейчас себя, выбирает свою жизнь, профессию, свое будущее, тщательно над этим работать», добавил Путин. Вообще, друзья, я проверил, и год назад на таком же детском форуме проектория он говорил то же самое, но сейчас не об этом. Идея Путина совершенно верная. Нужно в своих делах добиваться результатов. Должен быть конкретный результат, не просто интерес, а нужно стремиться, чтобы что-то изменилось, что-то улучшилось, какая-то конкретика. По результатам можно оценивать работу или политиков. А теперь к основной теме. Как раз стоит оценить результаты. У нас часто говорят, что хоть Путин запустил внутренние дела России, как бы поручил их плохим боярам своим, поэтому у нас тут все разваливается. Зато во внешней политике у нас все замечательно. Америка и Европа загнивают, а вот Россия рвется вперед. Российский спорт под угрозой грандиозных санкций. На этот раз всемирное антидопинговое агентство ВАДА может забанить Россию на 4 года и отобрать Евро-2020, финал Лиги чемпионов, чемпионат мира по хоккею и много чего еще. В сентябре прошлого года РУСАДА было восстановлено в правах с условием, что эксперты ВАДА получат доступ к московской антидопинговой лаборатории. Там хранились данные о тестированиях за 2012-2015 годы. Российская сторона сорвала дедлайн, но все-таки передала базу ВАДА. Комиссия, анализировавшая данные, установила, в базу вносили изменения, причем даже за несколько дней до передачи. Информация, оказавшаяся у ВАДА, не была ни полной, ни на 100% достоверной. Более того, ровно год назад, уже после согласия на передачу, кто-то из Москвы добавил в базу поддельную переписку. Из нее следовало, будто базу меняют Григорий Родченков и его ассистенты. Еще из базы удалили свидетельство участия в сговоре одного человека, бывшего сотрудника лаборатории, который теперь помогает России разоблачать Родченкова. Изучив объяснение России, комитет по соответствию все-таки сделал вывод расхождения в базе. Не случайность или техническая ошибка, а намеренные манипуляции с целью скрыть допинг российских спортсменов. И дал несколько невероятно жестких рекомендаций. Первое. Лишить статуса Русада. Работа, которую ввело новое руководство агентства во главе с Юрием Ганусом, по сути, нивелировалась. И хотя нынешняя Русада не имела отношения к московской лаборатории, все же пострадала в первую очередь. У России снова будут проблемы с допинг-тестированием и допуском спортсменов до стартов. Второе. В ближайшие четыре года Россия не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение. Соревнования, которые Россия уже получила, перенесут, если этому ничего не препятствуют, юридически или физически. Таким образом, под вопросом футбольной Евро 2020 в Санкт-Петербурге должно было пройти четыре матча. Финал Лиги Чемпионов 2021 года, Чемпионат мира по хоккею 2023 года, Чемпионат мира по волейболу 2022 года и Летняя универсиада 2023 года, а также Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Казани, право на его проведение мы получили этим летом. Третий пункт. Российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе, без флага и российского гимна. Такой опыт у нас уже был, и наши спортсмены с удовольствием выступали, не имея никакого отношения к Российской Федерации, а президент даже обеспечил им финансирование и поддержку. На Олимпийских играх 2018 года. Видимо, история повторится на Олимпиаде 2020, Пекине 2022 и, возможно, уже на Евро 2020. При этом ВАДА допустит до старта лишь тех спортсменов, которые докажут непричастность к манипуляциям. На Играх 2018 года допуск организовал Международный Олимпийский комитет. Сейчас ВАДА. Скорее всего, требования станут жестче. И тут, друзья, я прошу обратить внимание. ВАДА будет определять, кто причастен к манипуляциям, а кто нет. Это фактически политический вопрос. Скорее всего, будут какие-то специальные собеседования. А с кем ты общался, а с кем не общался? А кого поддерживаешь, а кого не поддерживаешь? Иначе что может иметься в виду в данном вопросе? Какие манипуляции с антидопинговыми пробами могли проводить спортсмены? Они же не ученые, которые проводят эти тестирования, не врачи. Четвертый пункт. Российские чиновники не могут быть членами советов или комитетов или любых других подразделений международных спортивных федераций, подписавших кодекс ВАДА. Сюда, кстати, входит и ФИФА. Им также запрещено посещать крупные соревнования, олимпийские, паралимпийские, юношеские игры, любые чемпионаты мира, проводимые под эгидой федерации, подписавших кодекс. Пятое. Руководители олимпийского и паралимпийского комитетов России не смогут посещать спортивные мероприятия. Фактически комитеты снова забанены. Шестое. И, конечно, Россия возьмет на себя расходы. Помимо затрат на проведение расследований, наша сторона оплатит штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов, в зависимости от того, какая тут сумма будет меньше, то и оплачиваем. Седьмое. Единственный плюс. Особого мониторинга РУСАДА не будет, несмотря на лишение агентства статуса. В ВАДА отметили эффективность работы нового руководства. Однако условием восстановления будет продолжение независимой деятельности РУСАДА. Друзья, вдумайтесь. Они признают, что наша РУСАДА, которое после скандала было полностью изменено там руководство, изменены правила внутренней работы, они признают, да, теперь эти ребята работают как следует. Русские, да, РУСАДА, все нормально с ним. Но ведь были какие-то там грешочки у прежнего руководства. Поэтому давайте-ка мы на четыре года забаним. Где логика? Наказание ради наказания, не ради исправления. Исправление уже произошло. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию уже через две недели. Заседание пройдет 9 декабря в Париже. Там, вероятно, согласятся с выводом и комитета. Так бывает почти всегда. Так что готовьтесь. Российский спорт снова окажется в пустоте. Правда, у нас еще будет 21 день на апелляцию. Призрачная, но все-таки надежда. При этом изучение базы московской лаборатории не закончится. Впереди еще детальный разбор проб. Так что у них будет еще возможность накинуть нам дополнительных испытаний. Летом ВАДА открыло 43 дела в отношении российских спортсменов. Именно неизвестны. Всего под подозрением почти 300 человек, 298. И, друзья, я хочу задать один простой вопрос. Ну и как там у нас с внешней политикой? Ах да, угроза повсюду. И нужно показать свою решимость и мощь. Кругом одни враги. Медведев как раз в этот же момент отвечает. Медведев сообщил, что его просят сохранить контрсанкции навсегда. И по словам главы правительства, за сохранение санкций выступает много российских компаний. Одним из результатов контрсанкций стал рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты. О том, что санкционное противостояние пошло на пользу российской экономике, неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. В частности, во время ежегодной пресс-конференции в конце 2018 года он сообщил, что благодаря эмбарго сельское хозяйство сделало невероятный рывок. Однако он также заявлял, что после отмены Западом своих санкций будут сняты и контрсанкции. И тут возникает новый вопрос. Интересно, какую выгоду увидит наше руководство в запрете для России участвовать в международных соревнованиях и санкциях по спортивной линии? Как быть людям, которые по логике Путина выбрали и посвятили себя спорту как профессии, положили на него здоровье, фактически жизнь, судьбу? А как оценить руководство страны, которое достигло таких феноменальных результатов во внешней политике? Где все наши рычаги? Мне крайне удивительно видеть ролики на ютубе с заголовками типа «Наш дипломат разгромил США в ООН, разнес щепки, унизил, припечатал. Какие у нас дипломаты-то активные, работают-то как хорошо». А результаты где, как говорил Владимир Владимирович, нужны конкретные результаты. И вот они. Нас отстраняют от соревнований. Международное унижение Российской Федерации. Очень может быть, что у нас заберут несколько важных международных соревнований мирового уровня. Какой прок от всех этих громких слов и заголовков, если наши деньги продолжают утекать за рубеж? И деньги, и лучшие мозги, и спортсмены туда же, под нейтральный флаг. И ресурсы. Кстати, а как там история с семенным фондом Вавилова, который копился в Советском Союзе, а потом вроде как его решили продать? Постоянно всплывают истории о том, что то или иное произведение искусства в российских музеях, скорее всего, подделка. Его якобы брали на реставрацию, потом оно значительно изменилось. И, скорее всего, уже перепродано на международном черном рынке. Друзья, вот конкретный пример успехов России на международной арене. Я думаю, что если бы подобное произошло в Японии, в Корее или многих других странах, министр иностранных дел уже бы подал в отставку. А на этом у меня все, друзья. Нам надо держаться вместе. Только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока.